Всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня наконец-таки видео у меня будет с пустыми баночками непосредственно декоративной косметики. Ну, я эту рубрику называю, выбрасываю косметику, здесь будет что-то, что просто-напросто уже попадает в так называемое расхламление, что-то из Project Pen, что-то просто, что туда не попадало, а у меня само собой закончилось. Я разделю на категории, праймеры, тональные основы, консилеры, ну и прочее по порядку обо всем вам. Расскажу, поделюсь своим уже окончательным мнением, стоит, покупать не стоит и давайте скорее приступим. Это все у меня копилось, что-то я забыла, сказала я или нет, полгода, да, примерно полгода, то есть не с начала прошлого года, не за весь год я могу сделать такой учет, но тем не менее. Итак, праймеры. Я очень люблю праймер от Heimish, который идет и с SPF и у него такая сияющая основа, обожаю такие штуки. Взяла на пробу я вот так вот от Etude House, это Face Blur и что я могу сказать, здесь 35 грамм, здесь очень удобные дозаторы, здесь тоже такие сияющие, ну уже тут ничего нет, сияющие, о, что-то смогла выдавить, сияющие частички. Очень приятный был аромат у этого средства и мне он в принципе нравился, но именно вот какого-то такого потрясающего лоска, который давал Heimish, нет, не было, поэтому я именно вот этот повторять не буду, а от Heimish возьму. Ну его у меня нет, давно закончился. Так, в принципе, штука неплохая, немножечко как будто бы разглаживает поры, тональная основа лучше ложится, не скажу, что как-то пролонгируется эффект, лучше держится, нет, ничего подобного. Но средство довольно-таки интересно, здесь SPF 33 и PA с двумя плюсиками идет. В принципе, я же говорю, неплохо, но ничего особенного, поэтому именно вот это я не хочу повторять. Я очень люблю сияющие базы, то есть я всегда беру либо жидкий какой-то хайлайтер, добавляю в свою тональную основу, но нравится мне этот эффект, хотя очень глупо получается, я все припудриваю. Ну и пудры стараюсь сейчас выбирать рассыпчатые, чтобы они были прям такие вот translucent, да, так называемые, и еще какого-нибудь блеска сверху, но обожаю я, когда вот лицо как-то сияет, не просто светится, а вот сияет именно. Поэтому я также брала вот такой вот BB праймер от Faberlic, он, кажется, еще есть, это сияющая база под макияж, так и называется. И здесь нет никакого SPF, ничего подобного, то есть это просто такое сильное сияние, по сути это можно даже сказать такие блесточки, они в масляной будто бы немножко основе, мне кажется, супер будет для сухой кожи. Я на свою комбинированную в чистом виде практически не наносила, то есть я также мешала с тональной основой, хотя я люблю и сияющие тональные основы, об этом поговорим с вами дальше, но тем не менее. То есть чего-то вот такого от него ожидать, кроме сияния и того, что вот дополнительно кожа как будто бы будет, особенно если сухая, напитана, не стоит. Стойкость макияжа, как заявлено, отнюдь не продлевает, никакое тут даже заявлено, что регулирует выделение кожного жира, нет, ничего подобного, но штука мне понравилась. От Catrice Light Correction Serum Primer Sunlight оттенок, темный такой праймер, очень интересная была консистенция, здесь ничего не осталось. Она немножко расслаивалась, хотя с самого начала вот так было гелеобразная и очень-очень сияющая, то есть если нанести на все лицо, как будто бы просто вот знаете бронзер нанесли сияющий, но мне также нравилось и мешать с тональной основой, и правда иногда наносила на вот просто пол части реально своего лица, и сквозь какой-то не супер плотный тональный крем прям пробивалось вот такое вот сияние, очень красивое. И мне прям понравился вот этот вот праймер, это праймер-сыворотка даже называется, здесь 14 грамм, удобная довольно-таки пипеточка была, ну и средство реально неплохое, только вот оно как раз застывает. То есть получается, что если нанесли только его и еще сухую какую-то основу, будет некрасиво, то есть поверх нужна именно увлажняющая основа. В общем-то, довольна. Итак, всего лишь три праймера у меня получается, кстати, праймерами практически не пользуюсь, вот я вам объяснила, как я использую, то есть отдельно просто, знаете, какую-то там сделать затирку пор, что мне как раз необходимо, не делаю, лишь по причине того, что всегда у меня сначала идет уход, потом идет крем с SPF, ну и прочее. Итак, тональные основы, ну долго задерживаться не буду, это было в Project Pen и этого уже нету, Faberlic, это Feel Fresh тональный крем, мне он нравился, ничего сверхъестественного, среднее покрытие, ну в принципе он был неплох для моей кожи. Не останавливаюсь, как уже сказала. Фавориты года у меня попадал вот такой вот тональный крем от Purita за прошлый год, это Snail Clearing BB Cream, здесь SPF 38, здесь можно покрытие сделать от среднего к более плотному, основа сияющая, она ни в коем случае не матовая, она такая вот прям увлажняющая, она лоснящаяся, она немножечко блюрит кожу, ну просто все сглаживает. Очень похоже на Enaf Collagen, которую я просто обожаю, вот прям, ну очень похоже, безумно мне нравилось, перекрывало все какие-то покраснения, небольшие какие-то прыщички, и все смотрелось идеально, но в то же время не маска на лице, вот, то есть кожа дышала с этой основой, очень-очень рекомендую, но лично мне прям понравилось. Страшненько выглядит, потому что со мной путешествовала, это Nature Republic, Cover BB, и здесь тоже SPF 35, опять-таки это корейская фирма, мне нравилось, чуть менее плотная, чем Purita, чуть менее вот этого лоска, ой, волос попал, от этого сияния, но тем не менее, мне, я очень извиняюсь, что просто бывает, опс, мне нравилось, в принципе, все, но просто единственное, если у меня кожа была не в лучшем моем виде, то получалось, что ну как-то не совсем хорошо работала, именно справляясь вот с перекрытием, но я с собой брала в Таиланд, помню, то есть жаркие страны, как бы вообще отлично она все это переносит, переносит, не могу сказать, что она прям текла, и мне хватало, ну, очень удобный такой формат небольшой, то, что у меня было давно, и я думала, никогда не закончу, это Bourjois Healthy Mix BB Cream Anti-Fatigue, у меня был отдельный обзор еще в 16-м году, то есть она у меня реально была долго, и, наконец-таки, я закончила, для меня она такая более водянистая, в принципе, неплохая основа, то есть я не могу сказать, что это плохо, нет, ни в коем случае, но просто мне не хватало покрытия, нужно было чуть больше, как, то есть кожа моя должна была быть прям в хорошем состоянии, пигменты вообще не перекрывала, и мне вот этого всего немножко не хватало, она тоже увлажняющая, но она отличается от моих корейцев, тем, что, я же говорю, вот она более водянистая, и она не таким вот лоском красивым смотрелась, а ее я вообще не представляла, как можно не запудрить, потому что она слишком подвижна, то есть только прикоснулась, все, уже все там смазалось, и очень трудно было наносить лично мне какие-то кремовые текстуры поверх, потому что она прям сползала, сложно было работать, то есть она одно прикосновение, если не припудрить, и тут же сползает, поэтому, ну нет, это бы я не повторила, у меня был пробник, но я хочу просто обратить ваше внимание, от Givenchy Eclat Matisseme, как-то, я не знаю, как правильно называется, на французский лата, и мне, это, знаете, такой флюид, но очень интересная основа, мне этого пробника хватило раза на три, просто она схватывалась с одной стороны матовая, будто кожа, с другой стороны очень живая, то есть не вот так вот, что, знаете, вот прям, как недавно я смеялась просто с комментариев, когда мне написали про мумию, ладно, это отдельная тема, и очень-очень красиво смотрелось, то есть как твоя кожа, только лучше с тем, что уже перекрыла какие-то недостатки, поэтому да, очень тоже мне она понравилась. Корректор, у меня, в принципе, корректор закончился только один, и я корректорами специально как-то в основном не покупаю, но это очень достойно, это Catrice Camouflage, девчонки, если вдруг, вы еще не пробовали, здесь всего лишь 3 грамма, но это абсолютный аналог мак в такой же вот баночке, которая идет, это очень-очень плотный, то есть вот если нужно перекрыть прям, действительно, вот я пигменты перекрывала какие-то, вот у меня сейчас тоже, пожалуйста, здравствуй, простуда продула, у меня сразу же на подбородке какой-нибудь ужасный лезет прыщ, то есть вот сейчас у меня кожа, в принципе, тьфу-тьфу, чистая, но простуда все время какая-то на лице влазит, вот знаете, когда вот болючий и бугорок, все замажет, все перекроет, и, наверное, даже это то, что, скорее всего, я бы хотела повторить, поэтому могу тоже порекомендовать, он прям такой плотный, его нужно наносить точечно, из консилеров, ну, во-первых, много лет подряд, ну, минимум 5-6 лет подряд я покупала всегда от Shiseido вот этот Shiraizon Corrector, он действительно потрясающий, он увлажняющий, здесь большой непривычный объем для консилера аж в 3,8 грамма, он не подсушивал кожу под глазами, то есть он довольно-таки легкий, но с каким-то не сияющим эффектом, а вот именно, вы знаете, когда, как будто бы вот у тебя вравнивается кожа, более становится правильного однородного цвета, у меня нет синяков, у меня нет темных каких-то кругов, но, тем не менее, следы усталости эта штука реально стирала, мне очень нравилось, пока вот я не попробовала сейчас Skin Food, он мне сейчас больше нравится и подходит, но я рада гораздо дешевле, но вот этот, прям это был мой фаворит еще на протяжении многих лет, я люблю консилеры от Faberlic, у меня они на протяжении 5-6 лет всегда были, я брала и светлый, более, но он сам по себе все равно темный, на самом деле, вот с цветами у них как-то не очень удачно, но тем не менее, он под глазки чуть-чуть высушивал мне, а иногда был слишком подвижен, у меня здесь не предугадать, очень странная такая кожа под глазами, прыщички чуть-чуть перекрывал, но мне нравилось его использовать вот так вот, где пигменты и просто спонжиком, не кистью, а именно спонжиком, как бы впечатать и тогда отличный цвет давал и такое среднее перекрытие и в то же время тоже ничего мне не высушивал, ну как бы классный, от Rimmel это Lasting Finish и вот здесь вот было все неплохо, кроме вот этой жульки спонжика, которая не моется, но я никогда отсюда на лицо не наносила, я наносила вот так на руку и потом уже пальчиком наносила на проблемные какие-то зоны, у него довольно-таки плотная, не слишком плотная, но уже и не средняя, то есть вот ближе прям к плотному покрытию, пигменты перекрывала, прыщички, тут же если нанести на какое-то красное пятнышко, вот так вот схватывается, просто пальчиком прибить, припудрить и весь день реально будет держаться, очень такое хорошее средство, могу тоже порекомендовать именно в качестве, если вам нужно что-то перекрывать, не высветлить ничего, а вот прям нужно покрытие. Так, пудра у меня была всего лишь одна в пустых банках, у меня всегда, ну, во-первых, у меня рассыпчатые пудры, которые с большим объемом, во-вторых, это просто у меня было в Project Penny, я уже хотела ее скорее добить, это комплимент Релуи, пудра якобы матирующая, но она очень странная, это такое ощущение, что ты наносишь на себя муку, которая смешиваясь с тональной основой, а мне нужна, как правило, закрепляющая пудра, превращается в тесто, то есть ты на лице просто месишь тесто, и поэтому мне она не понравилась, может быть, но опять-таки, зачем девчонкам с сухой кожей такая пудра, матирующая, скорее нужна увлажняющая, да, я так думаю, я пробовала просто ради интереса нанести просто на кожу без тональной основы, думаю, ну, наверное, даст просто какой-то цвет, хорошее перекрытие, ничего подобного, просто для меня ужасный продукт, вот знаете, надо было в разочарование года закинуть, но я просто забыла вообще заглянуть в этот свой, в эту свою коробочку, которая лежала с пустыми банками, поэтому знаю, что многим нравится, мне категорически она не подошла, не понравилась вообще, ну вот, то есть прям совсем-совсем все плохо, что называется, так, поехали дальше, у меня Project Pain, здесь большинство из Project Pain, если вы смотрите, то лайк, наверняка знаете, о чем говорю, от Faberlic, вот такая тройка, это палета для скульптурирования лица, и я закончила ее полностью, что мне здесь нравилось? Мне нравился, ну, сейчас здесь ничего не видно, хайлайтер я использовала под глаза, потому что это не хайлайтер, а просто вот такая пудрочка с немножко сияющим эффектом, и мне нравилось использовать, закреплять консилер непосредственно, румяна, они довольно-таки рыхлые были, это не совсем то, что я люблю, и что касается бронзера, вот его оттенок мне нравился, то я его в основном, но скульптурировала, сейчас перестала это делать, поняла, что особенно на видео он, наоборот, как будто бы еще больше вперед выпячивается, ну, то есть, как бы, у меня несколько раз подряд была эта палета, я не могу сказать, что это то, что я хочу повторить, нет, есть гораздо более достойные у тех же белорусских брендов продукты, но я не могу сказать, что это было ужасно, то есть, как бы, ну, нормально, у меня отношения было неплохо. Art Deco 38 оттенок румян, абсолютно пусто, здесь ничего нет, это просто настолько потрясающий был, красивый оттенок, во-первых, что классно, их хватило на 300 лет мне, просто вот реально, потому что они хорошо спрессованы, но в то же время легко набираются на кисть, безумно пигментированы, просто, это был красивый розовый цвет с такими золотыми вкраплениями, ты наносишь, очень похоже на Nars Orgasm, но там больше оранжевого пигмента, а здесь больше розового, но красивого не поросящего, а красивого в жизни, вообще просто потрясающе смотрелось, я их обожала. Далее, давайте немножко про туши, ну, так как вы знаете, у меня были много лет нарощенные ресницы, только в этом году я их сняла, я достала свои какие-то запечатанные пробники, во-первых, от Smashbox X-Rated безумно классная была тушь, у меня это был пробничек, мне она так сильно понравилась, хотя я кисточки люблю силиконовые, а здесь была обычная такая пухлявая кисть, но у нее какое-то конно-сообразное вот такое распределение всех этих щетинок, ну, вообще вся форма, очень она классная, ее так надолго хватило, она прям черные такие делала ресницы, объем суперский, прям понравилось реально. Моя любовь была раньше, еще много лет назад, это Makeup Forever Smoky Extravagant, здесь тоже кисть, вообще, ну, здесь она уже просто вся испоганилась, вот здесь как раз конус больше, то есть она вот такая вот, сначала очень пушистая, объемная, а потом к концу сужается, но что она делала с ресницами, у меня до сих пор не могут восстановиться ресницы, вот реально еще нет моих, я сейчас, вы видите, я видел, бывает клею накладные ресницы, сейчас нет, когда как, по настроению, у меня то быстро и легко все складывается с ресницами, то долго, не хочется мусдохаться, скажем так, но она прям такой объем придавала, супер, 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 и то, что я не поняла, это Givenchy, я не знаю, продается она еще или нет, это Phenomen Eyes, как-то так она, кажется, называлась, для типа подкручивания, здесь вот просто как будто бы паучок, мне нравились ей нижние ресницы, просто немножечко, вы знаете, прокрасить, но так, это невозможно, я не знаю, очень-очень странно, как-то я переместилась к глазам, не совсем в том порядке, а, ну хотя да, глаза уже, карандаши от Essence Long Lasting, я хочу проверить, продаются ли они, у меня были все цвета в коллекции, вот чуть-почуть заканчиваются, это фиолетовый оттенок, я на все оставлю, что есть вообще, где-то продается вам, обязательно ссылки, заглядывайте в инфобокс, это 16 оттенок, они такие, девчонки, классные, просто, я обожаю их наносить именно на слизистую, они не слишком твердые, не слишком мягкие, они, я не скажу, что прям супер долго держатся, нет, к сожалению, слазят прям с уголков, у меня еще глаза и слезятся, особенно в такое время, как сейчас, когда, да, там ветер где-то, здесь всего лишь 0,28 грамм, но мне они так надолго хватают, у них классная линейка цветов, я их прям, вот у меня сейчас на слизистой, бирюзовый их же карандаш, долго у меня не мог закончиться, мне вообще карандашей обычно хватает на 100 лет, потому что я только на слизистую могу использовать, это Шанель, это стило Йокс, waterproof, как-то так он называется, и это у меня был оттенок 20 эспрессо, господи, у меня собака с ума просто одна сходит, Боня, их разделили, и, короче, потому что она гуляет, сейчас я ее успокою и к вам вернусь. Итак, девчонки, что касается этого карандаша, ну, во-первых, я через год заметила только, что с обратной стороны зачем-то есть точилка, ну, наверное, чтобы более тоненьким делать грифель, мне просто здесь даже выкрутить уже нечего, это такой твердый карандаш, и вот им, наверное, хорошо было бы именно под слизистой, по линии роста ресниц прокрашивать, иногда так крайне редко делала, он неплохо держался, но гораздо больше мне вот такой же из серии waterproof нравится Dior, который у меня сейчас в Project Penny, поэтому сказать, что я прям страдаю, что он у меня закончился, абсолютно нет, потому что ничего особенного не было, просто, ну, купила, хотела попробовать и не впечатлилась, скажем так. Я люблю более мягкие карандашики, пусть даже они не будут держаться сильно прям на слизистой. Выкидываю от Faberlico подводки, вот такие, наверняка, вы знаете, их лайнеры, просто они у меня уже давно, у меня здесь, сначала я выбрасывала несколько других цветов, что здесь классного? Здесь очень классная кисточка, это реально именно тоненькие-тоненькие такие волосочечки, которые соединены воедино и образуют кисть, и она очень пластична, ей можно прорисовать. Я себе обязательно повторю какой-нибудь, они сейчас есть также у Faberlico, мне очень нравился, вот у меня зеленый, золотой был, фиолетовый, я себе хочу какой-нибудь на лето потом повторить лайнер, взять, может быть, опять бирюзовый или зеленый, вот даже поверх такого макияжа, как у меня сейчас, где золото, немножечко такой бронзы, мне нравилось бирюзой сверху делать подводку, так что вот пять штучек идут в мусорку, просто они, ну, какие-то более-менее нормально, просто они у меня давно, и, скажем так, я не делаю расхламления, в прошлом году не делала, и в этом году, может быть, буду делать к весне, и то вряд ли, потому что мне нравится сейчас моя вот эта вот тема с Project Pen, я туда добавляю все то, что я хочу там как-то закончить, и что-то я буду просто еще, что не смогла распродать, а уже пыталась опять, может быть, на распродажу, выставлю я никак там палетку от Urban Decay, смоки не могу продать, ну, просто я ее ставила уже за полторы тысячи, ну, ставить ее вообще за тысячу, да, лучше пусть лежит дома, ну, короче, так, для бровей у меня закончился, у меня, кстати, он в прошлом году два раза заканчивался, это от Faberlic, их карандашик, он, по-моему, в прошлом году и появился, Micro Size Super Precise, очень классный карандаш, он тоненький, мне подходил безумно оттенок Deep Brown, он немножко серинкой вообще был, ну, классный, тоненький, эластичный, в меру довольно-таки, он, знаете, он немножко будто восковый, он и не твердый, и не слишком мягкий, и, с другой стороны, щеточка, которая отлично все прям прочесывалась, кстати, мне так нравится эта щетка, что я думаю его оставить из-за щетки, ну, просто она очень удобная, но у меня есть разные щеточки отдельно, но здесь прямо она такая в меру жесткая, и классно вычесывать именно, в общем, карандаш прям зачетный, и если бы у меня сейчас в Project Penny не находился бы, как он называется, не гель, а что-то типа помадки для бровей от Elf, которые, наверное, мне еще на два года хватит, чтобы заканчивать, я бы купила, но я почти держусь, хотя нет, я от Elf один карандаш себе заказала. Так, блеск для губа попадал, по-моему, он у меня фавориты от Avon, вернее, это масло от Avon, это просто потрясающее масло, которое мне так сильно нравилось и по аромату, и по своим свойствам, я садилась делать макияж, наносила это масло, и к тому моменту, как я все лицо накрасила и доходила до губ, особенно если, да, вот делать там такие какие-то матовые губы, то супер просто уже они увлажнены, класс. Лайм Крайм, это у меня красная была Ретта Велвета, это миниатюра, очень классная, стойкая, но мне гораздо больше в итоге понравились от Фаберлика, Трустей, делала отдельное видео на всю линейку. Ну, как бы это, да, Лайм Крайм, они одни из первых, кто делал вот такие вот прям супер устойчивые помады. Выкидываю какую-то ерунду из набора кисточек, просто странные очень формы, я их, конечно, выкину, я их закинула, чтобы не забыть. Здесь у меня был от Левант от, я очень-очень люблю, Монталь, Чоколайд Гриди, очень прям этот запах, он многих, правда, душит, но это тот парфюм, который я с удовольствием, надеюсь, повторю на следующую зиму, уже не от Леванта, возьму себе нормальненько. Потом, Нина Ричи, это у меня, я не помню, я потеряла и крышку, а, упаковка, кстати, у меня есть, но я что-то не достала, это, по-моему, как-то, вот у меня была еще миниатюрка, но ее, кстати, я не закончила, я взяла упаковку от миниатюрки, но не взяла упаковку вот этого парфюма, мне он нравился несколько лет назад, прям очень нравился, потом он мне так сильно разонравился, что я стала добавлять воду для мытья полов, и вот так вот я его доиспользовала, представляете, как меняются вкусы, для меня он стал очень каким-то терпким, очень удушающим, очень взрослым, ну вот так поменялся как-то вкус, что прям вообще не смогла я с ним подружиться. Так, вроде я все расчистила, ура, ура, минус одна коробка, просто не представляете, я снимаю вот эти видео, сейчас у меня просто идет полное расхламление, потому что у меня вокруг здесь столько было коробок, то, что я решила про пустые баночки снимать, помимо того, что за месяц собирается, я полгода копила, все держала, чтобы не забыть там разочарование, фавориты, может что-то пригодится, и у меня просто здесь вот так вот навалено было, и я сейчас в январе все это расхламлю, потому что я сейчас снимаю видео, пока каникулы, и хочу, чтобы хотя бы в январе мои видео выходили там как-то почаще, ну а дальше уже как бог даст, хочется все это расхламить. Так, девчонки, все, да, все я вам показала, надеюсь, что вы за чашечкой чая или кофе отлично провели со мной время, и вам было интересно, и также буду очень рада, если что-то вам оказалось полезным, и вы хотели, может быть, купить, и теперь купите, либо наоборот, от чего-то предостерегла вас. Берегите себя и своих близких, мы увидимся совсем скоро, пока-пока!